Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами вновь отправимся на войну в игре под названием Days of Heroes VR. И если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Да, в прошлой серии была небольшая тряска, это особенность VR, но сегодня я эту проблему попробую пофиксить, и её быть не должно. Но, ладненько, давайте начинать миссию под названием Первые Проблемы. Такое ощущение, будто бы до этого у меня не было никаких проблем. Чёрт побери, где мы вообще? Эээ, очень-очень странное время суток, и ещё я могу взять себе нож. Ну офигеть, я бегал с топором на войне, но с ножом ещё бегать мне не приходилось. Ёлки-палки, это то же самое место, где мы остановились. Но раньше здесь стоял пулемёт, теперь же тут нет ничего. И откуда-то выросли немецкие укрепления. Тут же был разбитый самолёт. Ладно, нож мне пока не понадобится, будем перезаряжаться. Но в целом эта позиция меня устраивает, потому что отсюда можно неплохо стрелять по врагам. Первый готов, ещё один на подходе должен был быть. Блин, из-за того, что постоянно идёт дым из-за автомата моего, из-за пистолета-пулемёта, я не вижу, куда я стреляю. Я куда вообще стреляю? Ну вроде бы стрелял куда-то в сторону противника, в сторону немцев. Буду пытаться из одной руки вести огонь. Может быть даже что-то получится. Убил, я его убил, практически убил. Ха, или убил другого, но этого практически убил. Так, буду целиться на вскидку, отлично. Он снят, ещё один снят. Ещё, ещё двое сняты. Великолепно, друзья, у нас начинает получаться. Я бы мог сейчас зашвырнуть им гранату и сказать, лови фашист гранату, как это вообще обычно положено делать. Эх, практически, практически. Но я берегу гранаты, ибо гранаты это самый ценный ресурс в этой игре. Они наносят колоссальное количество урона, и когда врагов скапливается супер много, тогда уже можно её использовать. Да, чёрт побери. Я их только раню. Да, друзья, нужно стрелять в головы, но я даже от человека прицелиться не могу, не говоря уже о голове. Я не понимаю. Да ты... Он дёргается и дёргается. Вот тот засранец спереди. Какого чёрта? Похоже, немецкие... Ага, снял обойму прямо во время стрельбы. Похоже, немецкие учёные всё-таки открыли какую-то сыворотку, которая даёт сверхсилы. Я ещё задумывался об этом в прошлой серии, но в этой серии я уверен просто на 100%. Тут лютая перестрелка идёт. Попробую зайти сбоку, вот отсюда. А, там минное поле, зайти сбоку не получится. Но пойду тогда в лоб. Как мы штурмовали когда-то Амаху Бич, теперь мы будем штурмовать их укрепления. Благо, они меня почему-то не замечают, и я могу как спецназовец работать. Конечно, во времена Второй мировой как такового спецназа не было, но были же какие-то элитные подразделения, скорее всего, просто разведчиков, которые занимались такими вот вещами. Бомба установлена, теперь надо сваливать. Вы видали, да? Фу, офигеть, просто жесть. Своего случайно выстрелил? Ау, продамажило меня. А МПшку твою взять так и нельзя, да? Ладно, братан. Так, куда же ты стреляешь? Сволочь ты, мерзкая. Ладно, скажи спасибо, что я начал ценить своих союзников. Ну, ему плевать вообще на взрыв бочки. Реально в таком сражении мы еще с вами не принимали участия никогда. Чувак, хватит отсиживаться. В бой! Я не могу прикрывать вас вечно. Каждый должен сделать свой вклад в эту победу, а не только я. Ах, он увидел меня раньше. Хотел сказать, вы слышали, да? Увижу и умер. Так и не сказав. Ладненько. Закончились патроны? В кого ты стреляешь? А ты в кого пытался стрелять? Живой? Мертвый? МП-шка, вижу МП-шку. Отлично! Как же я мечтал об этой пушке. Офигеть. Вух! Ну, теперь, немчура, готовьтесь. Я иду за вашими шкурами. Я иду за вашими жизнями. Я знаю, что ты здесь сидишь за ящиком. Мне даже звук нравится. Как звучит, когда ты стреляешь из этой пушки. Она великолепная. Спрашивал в прошлой серии, какое оружие лучшее? МП-40 или Томпсон? Сказали, что у каждого оружие своя цель, как бы. Оно... Каждое... Каждый из образцов предназначен для определенных задач. Ну, это не совсем, наверное, корректный ответ, потому что, смотрите, ну, если сравнивать Калашников и МП-40, понятное дело, что Калашников превосходит МП-40, да? И нельзя сказать, что они для разных целей, и они разные. Хотя это пистолет-пулемет, а Калашников это автомат. Ну, суть, вы поняли, да? К чему я говорю. Или, допустим, МП-5 круче, чем МП-40. МП-5 современное. Попал. То есть, он просто лучше, и все, и с этим не поспоришь, он надежнее, он качественнее. То же самое. Показатели надежности у Томпсона и у МП-40, они отличаются. Я не знаю, какие все-таки лучше, но отличия-то, очевидно, есть. Мне кажется, именно по играм МП-40 всегда лучше. Просто, может быть, потому что мне нравится внешний вид, и то, как оно стреляет. Так, сперва заминируем эту штуку. Или какие-то есть еще причины. Но чисто субъективно, да? Еще две пушки. А что я застрял? Я чуть не понял. А что я застрял? Я застрял. Меня... Меня поймали, друзья! Меня поймали! Вот что произошло! Нас взяли в плен. Это беда. Но я поднял руки, да? Произошло это автоматически. И что же будет дальше? Будем бежать из немецкого плена. Миссия выполнена. Погиб я всего лишь один раз. При этом мы завалили 50 врагов. Конечно, не я всех 50 завалил. Но в целом неплохо. Так, погодите. Меня взяли в плен или нет? Я что-то не понимаю. Мы едем вместе с нашим конвоем. Вот наши ребята. Я могу поставить им лайки. Вам я тоже ставлю лайки, потому что вы все крутые. Но какого фига? Меня что, уже вызвали ли? Или это был... Немецкий танк подбитый, посмотрите, офигеть. Или это был какой-то другой солдат, и теперь мы играем за другого. Не совсем понятно. Что, взорвалась машина! Я мертв! Я на том свете. Нет, я жив. Я возьму рацию. А как ее взять? Алло, здравствуйте! О, мы можем вызвать... Артиллерийский удар. Блин, я по своим вызвал, да? Ха-ха-ха, извиняюсь! Я просто не умею пользоваться этой штукой. Блин, я остался один в самом начале. Ладно, мне нужна винтовка. Буду носить ее с собой какое-то время. Ничего лучшего здесь вижу. Вижу нафиг винтовку, когда есть Томпсон. Не самое любимое оружие, хотя мне тоже нравится, как он выглядит. Все, короче, друзья, как это... Уууу, базука! Класс! Как выглядит стрельба из артиллерии? Я подношу трубку, гигантскую трубку, к лицу, к щеке, к ушам. Потом поднимаю голову, нажимаю кнопку стрельбы, и сейчас должен произвестись артобстрел. Бэмс! Даже меня продымажило. Прикольно, танки есть. Здесь все есть! Офигеть! Вражеский танк, нужно по нему нанести удар. А пока мы не можем, перезарядка не прошла, придется отсиживаться за укрытием. В этот раз я связной, я радист, и... Я не могу... Да, оно перезаряжается до сих пор. Я не могу идти в бой! От меня зависит судьба нашего отряда. Без радиста тяжело бывает. Так. Прямо по танку, друзья, смотрите. Сейчас будет выстрел. Или самолет сбросит бомбу. Да! Мы подбили танк, отлично. А можно трубку? Я могу ее на поза... На пуэс положить. Готов. А у этой пушки идет тоже дым, но не такой явный, как это было в прошлой миссии. Вообще целиться невозможно. Сейчас же более-менее нормально. Ну, с такой поддержкой, с автоматом и с артиллерией мы далеко зайдем. Ёлки-палки, такс. Давайте мне мою трубку. Посмотрите, сколько там врагов. Вот туда, вот сюда, вот сюда куда-то нужно стрелять. Далее хватаем наш Томсон и заходим со стороны. Воу! Они все просто разлетелись. Ударная волна просто поражает. Готов? Хе-хе-хей! Ну чё? Выводите сразу 10 тысяч человек. Сразу все 10 тысяч человек просто разлетятся на куски. Пытался из пулемета стрелять. Несчастный, жалкий мерзавец. Куда ты собрался? Команды отступать не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Похоже, я... Я с оружием. Я не остался без оружия. Это не честно, что я появился прямо возле них. По-моему, это несправедливо. Какого фига? Мне нужно отступать. Граната! Бежим! У-у-у-у! Прыжок! Вау, да, как в фильмах, отлично Перезарядочка быстрая и снова в бой Хотя здесь уже наступило время Телефонной трубки Бэмс, надо отойти подальше Ребятки, вы тоже отступайте Я вам очень не рекомендую отступить А, нет, их не задело, так что В принципе-то нормально получилось Хорошо, двигаемся дальше, несколько танков Подбито, бронетранспортер тоже Подбит, трубка у меня прям возле лица Томпсон у меня в руках Даже пистолет есть, гранат не хватает и аптечки Вообще тогда было бы идеально Знаете, я уверен, сейчас кто-то выскочит Это, это кто-то буду я Я выскочил Просто в упор расстрелял всех Ха-ха Ну здорово Мертвы Не прячься Ты ж не трус Ой-ой-ой, там танк Самому придется спрятаться, окей Раз говорите танк Вот так, чик Куда, куда, куда бежишь За спину хочет зайти В итоге я сам оказался у него за спиной Танк подбит Блин, черт побери Вот это мне нравится Миссии днем Это прекрасно Это прекрасно Оооо Отступать бы, отступать, отступать, отступать Ребятки, ребятки Все прячемся Не, не, не летите Вы мне все тут понадобитесь Ладно, летите Вы меня тоже прикроете Это тоже, как бы, полезно Фух Так, 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 так Не знаю Можно уже трубку использовать Время артиллерии Возьми, что трубку О, взял Два танка уже Офигеть Так А, это не танк второй Это бронетранспортер тоже Жесть А пехоту мы практически не задели Буду Буду отсиживаться Я не буду отсиживаться Я буду убегать Сорян, ребятки Вы уж от меня, это Не ждите многого Потому что Потому что вы же знаете Кто я такой Я чувак, который может Вот это меткий бросок гранаты Ха-ха-ха Прям в лицо прилетело Так вот Я обращаюсь к своим солдатам Я тут только Короче, я заградотряд Если кто-то дезертирует Вот для чего я нужен А большего ожидать От меня и не стоит Ладно, возьмем трубку Я не могу ее опять взять Вот, взял Так И, ребятушки Будьте здоровы Вспоминайте меня С добрыми словами На том свете Потому что К вам на тот свет Я отправлю еще много Таких же, как вы Надеюсь Или меня туда отправят И меня уже будут Надо мной будут издеваться Те, кого я отправил туда Ну Так, а как пробиться дальше? Здесь проход есть, да? Забавно А, там тоже был проход? А я его не видел Но, тем не менее Такс Врываемся Ой, братишечка Браточек Братанчик Братулечка Придется нам немножечко Немножечко Сменить позицию Хорош Так Как бы зайти, друзья Как бы зайти Танк Никак не зайти Нужно танк убить Взорвать Убить танк Но убить тоже можно танк Представим, что он живой на секунду Потому что в нем есть мясо Внутри Значит, танк живой Ну, мясо я имею ввиду Нацистов, которые сидят там О, офицер даже прибежал Нифига себе По-моему, это впервые Когда мы видим офицера И он супер живучий Вы видели, сколько патронов Было выпущено А, нет Мы видели уже офицера Уже сталкивались с ним Просто я об этом забыл А, не перезарядилась Что-то в этот раз долго Ладно, придется сражаться самому Хочу ни разу не умереть В этой миссии Не знаю, возможно ли это Очень сомневаюсь Учитывая, как идут дела Очень сомневаюсь Ладно Это было дерзко Га Пипец Ну, я успел вызвать Артобстрел Успел Успел Успел, успел, успел Если офицер выжил То, фиг его знает Тогда Не, не выжил Офицер не выжил Остался один всего лишь Рядовой пехотинец Расстреля... Два рядовых пехотинца Расстреляем его И, вероятно, это уже будет Конец миссии Потому что Мы просто прорвали Их оборону Люто Чего бы они не пытались Здесь замышлять И делать У них ничего не вышло Но Нет Оборона, похоже Не пробита Окончательно Пробита окончательно Три раза я погиб Все же Три раза я погиб Мне казалось, что Только один Почему-то Ха Меткость Тридцать два процента Треть патронов Попадает в цель Не так уж и плохо Не так уж и плохо Кантри сайт Идиль Это та самая вещь О которой я думаю Я все никак не могу Узнать название этого Вот это уже точно пулемет Да С маленьким магазином Но это уже настоящий пулемет Полноценный Хотя, конечно Пули летят не так уж и пулеметно Такс Блин Не пугайтесь меня так Ну, убойная мощь Прям таки скажем Друзья За одну обойму За один магазин Удалось повалить Сразу четырех Или троих бойцов Вражеских Это большая редкость На самом-то деле Все пули полетели в жопу Ха-ха-ха Просто жопная пушка Ладно, прорываемся Подойдем поближе В упор их расстреляем Во Наконец-таки он схватился За жопу и умер Кто еще схватится За жопку За свою Я вам ее прострелю Бум Просто Бум-бум-бум Шикардосно, друзья Давайте, ребятки Все за мной В бой В атаку Жаль, у меня больше Больше нет артиллерии Мне она очень понравилась Потому что это Имбовая штука Зато Ну, даже если Завалили мы Немногих Продемажили Дофига кого Главное Офицера Сейчас убить Вы видаете Это пипец Он неубиваемый Убили Наконец-то Фух Хорошо Странно, что Офицер Оказался таким Глупым Я, конечно, понимаю Что он повел Своих бойцов В атаку Это очень самоотверженный И храбрый поступок Но очень глупые Он просто повел И себя И всех своих Ты что? Он шевелился? И себя И всех своих товарищей На убой Против чувака С пулеметом Такие отряды Плотные Выводить Вообще не стоит Не передернул Вот Ты же передернул Видать Начал опять Плохо Передергивать Такое бывает Время от времени Да Погибать Вы вообще Собираетесь Сколько вас тут Похоже У них какой-то Хитрый план Они пытаются Контратаковать И Отбить Земли Которые мы заняли Но у них Ничего не выйдет Это я точно вам говорю Потому что Никак Никак не получится Отбить эти земли Мы идем только вперед Контратаки Могут быть И успешными Но чисто такие Локальные В основном Конечно проблемно Проблемно вам будет Защищаться Проткнул его стволом Ну ладно Он мертв Это здорово Это самое главное Так Проверю Чтоб картинка Не трясется Отлично Можно продолжать Значит Буду время от времени Проверять Именно поэтому Смотрю в сторону Приходится шлем снимать И Смотреть на монитор Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Что за жесть Ну тут уже пора Пора-пора-пора Друзья Если не сейчас То я не знаю даже когда По-моему Ну Можно было бы и дальше Бросить на самом-то деле Но одного мы точно Да Взорвали Хотел сказать Еще одного Застрелили С дробовика Прямо в лицо Прилетело Пумс Вот как это было Вы видали Да просто Пумс То ли это сразу Несколько выстрелов Было У него многоствольная пушка Либо это был реально дробовик Но пока в игре дробовиков Я не видел Поэтому даже не знаю Что это было Положись Смотрите как сидят В засаде Аккуратненько Жесть Прямо Прямо как это Как в музее стоят Да Это был дробовик Посмотрите Ааа Нет Это был не дробовик Просто вот эти все чуваки Которые сидели вдоль стены Они выстрелили Одновременно И поэтому Получился такой эффект Это был вовсе не дробовик Не хочу умирать Но придется Похоже Не придется У меня есть аптечка Да Вот она Моя сила бессмертия Ха-ха-ха 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 Да Я иду за вами Идите сюда Давай Да-да-да-да Чел Ну вы сам виноват Уж извини А яблоко можно скушать? Яблоко Не нельзя Яблоко гораздо полезнее Чем бинт Мне кажется Но не то не то Нельзя было Съесть Бинт просто испаряется Так Они будут в амбаре сидеть Да Это их последняя точка Пулемет Ну чел Кто ж так пользуется пулеметом Ты же даже не выстрелил в меня Болван ты Глупые 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 Вообще Немецкая же армия Была ультра Квалифицированной Ультра Опытной И ультра Сильной Но иногда В играх ее показывают Прямо супер тупой Вот как например Сейчас Это была одна из самых Мощных армий мира С крутыми Военоначальниками Да Они творили Бесчинство Всякую дичь Но Как войско Они были Высоко Квалифицированными С этим Ну Глупо спорить Черт возьми Надо прятаться И перезаряжаться Тоже надо бы Ес Ай-яй-яй Попал Попал Все же попал Немного Но попал Гранату Чтобы мне отыскать Гранату Я прямо Бинт Ой-ой-ой-ой Если добегу Я буду жить вечно Я добежал Ее Оу-е Понеслась Ха-ха Как заново родился Чувствую себя Как огурчик Огурчик Саня Вот это было глупо Саня Зачем же ты Ты ж не бессмертная Вечная жизнь Еще не значит бессмертие Вечная жизнь Это всего лишь Вечная жизнь Ес Давай Ну это что Последний же остался Не могу Да не может быть Ха Не может быть Выбежать Прямо туда На позиции врага Наверное не выйдет никогда Потому что Они будут постоянно выбегать И оказываться С левого фланга у меня А это неприятно Вообще Они сегодня на меня Не особо-то и внимания Обращают Ха А чего так Конечно Вот я говорил Да Только мы их перестреляли Сразу новая партия Прибегает Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Ага 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 Ну перезаряжайся Мне больше нравится, когда это работает Да пипец Когда это работает немного по-другому То есть ты перебил врагов, идешь дальше А не когда ты их перебиваешь, тебе кажется, что все А они потом просто берут и появляются И появляются, и появляются Вот как сейчас, он все еще идет Людая перестрелка Планировать наступление Так очень сложно Не зная силы противника реальные И его возможности Ну давайте же заканчивайтесь Ёшкин кот-то Не, ну это пипец Я даже не знаю, какая у меня миссия, по сути Может у меня миссия просто дойти до этого места Может они будут появляться бесконечно Непонятно Знаете, у меня есть мысль, что они будут появляться бесконечно Пока я сам туда не ворвусь Поэтому я решил просто пойти ва-банк И остановить наступление Это было дерзко Они появляться будут бесконечно Здорово! Я сломал немецкое войско, друзья Похоже они больше не появляются Здорово! Ха-ха-ха! Ну что, кто еще хочет появиться? Будь здоров! Миссия выполнена! Одна смерть и 124 убийства Но опять же Не только я это делал Следующая миссия Баттмс ап Кнопки вверх Почему кнопки и почему вверх? Ну давай узнавать О, дождь идет Довольно атмосферно И снайперская винтовка И она даже не трясется особо Обычно снайперские винтовки трясутся Но здесь Памс А вот она начала трястись А до этого не тряслась Прикол Yes Похоже в начале просто было замедление Времени и поэтому Эта тряска как-то нивелировалась Сейчас же, ну все по-другому Так, я слышу как работает пулемет А откуда он? А откуда пулемет меня расстрелял? Из окна? Да не может быть, он не смог бы просто в меня попасть Ну, мы то его сняли, но Он бы просто не смог в меня попасть Под таким углом Тем не менее, ему удалось Я потерял свою снайперскую винтовку Суперубойную Которая ваншотает пацанов Давайте мне ее опять сюда Мне она понравилась Я какое-то время с ней поношусь По миру Так, дверь закрыта Ооооу Бумс Это же Это же МГ Или как он называется? Блин СМГ Не вспомню Но многие думают, что это прототип Калашникова. Но на самом деле у них ультра разная конструкция. Внешне, конечно, похоже. Но конструкция совершенно другая. Насколько мне известно. А передергивать в фор, конечно же, нужно. Такс. Но она очень скорострельная. И она должна быть помощнее, чем та же МПшка. Теперь я буду бегать только с ней. И это чувствуется, ее мощь. Буквально один-два выстрела, враг уже труп. Так, я съем аптечку. Чтобы все-таки эту штуку не потерять. Так, отлично, передернул затвор. Здесь прохода нет. Будем штурмовать дальше. Наверняка они засели где-то в зданиях, в городе. Вот только куда идти? Направо, налево. Оу! Жесть! Жесткачно как-то это. Ну что вы мне опять дали какую-то помойку? Дай мне сюда мою пушку. Откуда ты стрелял все это время? Вот они где были. Они сидят на здании. Вот почему мне было так неприятно. Такого он явно не ожидал от меня. Она, по-моему, даже более метко стреляет, чем другое оружие. На скидку удается довольно удачно метиться. И... Так, вон там еще на крышах сидят. Вес. А вдруг у них самонаводящиеся патроны? Не, вот сейчас не видно. Вроде куда-то стреляю в них. О, попал. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Так и есть. Он умер? А вон там пулемет работает. Без аптечки высовываться можно, но страшно. Аптечка, вот она. В идеале мы бы ее сейчас использовали. А вот эту штуку мы бы закинули им туда прям-таки. Вот так. Я снял, да? Чеку. Бум! Где бум? Бум был, да. Раз экран потемнел, обычно он темнеет как раз-таки в тот момент, когда происходит бум. Классные враги, да? Офигенно страшный колодец разрушенный. Офигенно страшный. Нормально. Погибли, не погибли? Да как ты выжить-то умудрился, дядька? Тут еще и танк, вообще офигенно. Ладно, мы по-любому прорвемся. Умри. Как я умер? Я не понял. Опять кто меня убил? Да почему она постоянно у меня в руках оказывается? Он не умер, все еще не умер. Я не остановлюсь, я буду его обстреливать, пока не умру. Хотя я сейчас умру, в принципе. Ладно. Он не хочет умирать. Все выстрелы были в голову, он нагибается, а потом он просто встает и типа... Мне норм, я живой. Опять. Ну выстрелы же в голову летят. Это же четко было видно. Ну бред. Почему он не умирает? Ну это же абсурд. Да я не понимаю, что с тобой, чел? Опять попал. У меня есть мнение, что он бессмертный. Просто бессмертный. Потому что... Вы видите, да? Я попадаю. Опять попал. Не, ну это пипец. И я умер. Он даже не стрелял, но я все равно умер. Может быть меня танк убил? Его, мне кажется, убить вообще нельзя. И нужно двигаться дальше. Да тут танк, а куда двигаться? Я за шкафом спрячусь. Я подхожу к этой точке и умираю автоматически. Я тогда не понимаю, а что делать? А что делать тогда? Там танк, здесь пулеметчик бессмертный, которого нельзя убить. Ты к нему подходишь и умираешь автоматически. Смотрите. Я вот сейчас просто подойду к этой точке и умываю. Да, вот видите? Именно в этом месте. Только сейчас я это понял. Нафига я тогда пытался вообще его убивать, если он не убиваемый? Танк. А что мне с танком делать? Ну, наверное, тут налево где-то проход есть. Да, действительно. Так и было задумано. Это такая миссия? Очень странное решение. Очень странное. Почему бы не сделать его умирающим? И мы бы, как бы, все равно бы пошли сюда. Но его сделали бессмертным. Кайфец, кайфец, кайфец. Больно-то как? Наверху он еще живой, да? Кто по мне стреляет? Он живой там? Не, вроде не живой. Не, не живой. Как и ты, в общем-то, друг, не живой. Ну и ты тоже. И я не живой. И он не живой. Все мы не живые. Черт возьми. Давай сюда мою пушку. Молодцы, стреляете в танк. Отлично работаешь. Медик, классно. Так, ну что, будем пробиваться как-то. Аптечку я возьму с собой. Он умер, да, я же говорил. Он не живой. Я не живой. Все мы не живые. Это мой чувак с базукой бежит. Не бежит мой чувак с базукой. А, я должен ее взять? Прикольно. А получится ли из нее выстрелить нормально? Не, ну я попробую, конечно. Бумс! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А, как ее перезаряжать? Она... Она однозарядная. Миссия выполнена с однозарядной базукой. Жестко, друзья, жестко. И на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Эта миссия очень странная. Я пытался как лучше, а получилось как всегда. Просто бессмертные чуваки полезли. Но бывает. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Счастья вам, друзья. И здоровья.